Курить нет. Женщина, 58 лет, пожелавшая рожиться табаком, хозяйка квартиры Вера Ботануга. Здесь же проживает и ее сын. Семья не платила коммунальные услуги уже несколько лет. Сумма долга выросла до 517 тысяч рублей. Внятно ответить на вопрос, почему семья не платит по счетам, хозяйка квартиры не смогла. Платить собирается нет вообще? Да, если надо будет. Платить там, врут можно брать. Общий долг за жилищно-коммунальные услуги в Казани за 8 месяцев этого года составил порядка 2 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Антирекорд города поставила одна из семей, проживающих в Новосавиновском районе. Они задолжали за коммунальные услуги 1 миллион 300 тысяч. Вот так выглядит таблица должников за коммунальные услуги. 50 тысяч казанских семей должны за предоставленные им услуги до 100 тысяч рублей. 1700 семей задолжали от 100 до 300 тысяч рублей. 274 казанские семьи должны от 300 до 600 тысяч. Еще 34 семьи должны коммунальщикам от 600 тысяч и больше. И одна казанская семья должна 1 миллион 300 тысяч. В Комитете жилищно-коммунального хозяйства должникам объявили войну. И в этом месяце в суд уже направлено 6 исков о выселении неплательщиков. В случае уже злостных совершенно неплательщиков перейти к непопулярной мере, судиться на выселение из предоставленного муниципального жилья. К счастью для жилищников не платят за коммунальные услуги пока только четверть из проживающих в жилом фонде города. Но со слов тех, кто платит, делать это с каждым месяцем становится все сложнее. Ну ничего, терпим, перезаймаем, занимаем, но отдаем. Ну платим, конечно, вовремя. Ну тяжело, естественно. Где-то больше 4 тысяч получается. Платим, конечно, у нас. Маленечко зажимаем себя, но очень дорого. Портплата, очень дорогая портплата. Андрей Трофимов, Владимир Ладушкин, Дмитрий Рыженко, телеканал Эфир.